И всем привет, ребят, с вами Строй Ванка, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы начинаем обзор новых обновленных вооружений в нашей игре, если вы ждали этого, то обязательно поддержите данный видос лайком, также не забывайте, конечно же, подписываться на этот замечательный канал, ну и, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, и не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов, по моему личному тегу в настройках игры, в аккаунтике устанавливаем тимпшечку, дальше оформляем покупку в магазине игре, покупаем танкоины, покупаем премочку, либо спецуху с ежедневными танкоинами, заполняем форму, которая есть в описании, и участвуем в этом замечательном розыгрыше. Ну а сегодня мы стартуем с обзора вооружений, и стартуем сегодня с васпа. Это корпус, который максимально неплохо забустили. Корпус теперь за счет своей бомбочки наносит на более длительное расстояние статус эффекты, и урон. И посмотрим, насколько это все дело эффективно будет работать, насколько актуален будет наш васп. Сыграем мы вот на такой вот комбине в виде васпа молота. Это молот, потому что сейчас штурмовая кассета просто разрывает все, что двигается. Поэтому, в принципе, мы просто оставим это замечательное устройство на пушку. Ну и у нас за счет того, что мы будем быстро уничтожать противника, будет быстрее накапливаться бомба, соответственно, больше киллов за счет бомбочки мы вместе с вами сможем реализовать. Поэтому пикаем в бой, посмотрим, что нам предложит матчмейкинг. Я хочу именно штурм за атаку, я имею ввиду именно карту. И будем пробовать реализовывать эту бомбу с большим расстоянием. Урон должен проходить очень и очень неплохой. И, быть может, васп выйдет на совсем другой уровень. И, наконец-то, наконец-то станет актуален в нашей игре. И мне будет приятно брать его в матчмейкинге и пытаться его, конечно же, реализовывать. Что касаемо режима, васп, ну это идеальный корпус как раз-таки для штурма за атаку. Можно ставить грамотные бомбочки, можно быстро доставлять флаги и реализовывать эту сочнейшую комбиночку. Конечно, с васпом очень круто сочетаются продулы с каким-нибудь, например, фризом, с ловкачом. Можно очень крутые результаты показывать на этом корпусе. Но сегодня у нас, так сказать, нестандартный тест штурмовой кассеты, которая на сегодняшний день является очень крутым устройством на молот. Ну и плюс, ко всему прочему, я думаю, что с этой пушкой будет очень легко быстро набивать дополнительную овердрайву. Поэтому здесь мы выходим, так сказать, из рамок определенных игры на продувах и попробуем новую комбину. Ну, может быть, даже полубоя сыграем на молоте, полубоя сыграем, например, на каком-нибудь ловкаче. Главное, чтобы меня закинуло за атаку, только что была первая катка, она была за деф. За деф меня бои вообще абсолютно не интересуют. Так, у нас еще появились ежедневные тут заданочки. Устные какие-то. Доставить флаг надо как раз. 300 тысяч урона нанести. Ядерную энергию тушануть. В принципе, я думаю, что за одну катку мы даже все это можем сделать. Если, конечно, меня закинет на этот хороший бой. Штурм за атаку. Я, наверное, давайте поставлю видос на паузу. И как только меня закинет штурм за атаку, мы вместе с вами сразу же продолжим. Не успел я поставить на паузу, меня сразу куда-то закидывает. Сейчас посмотрим, куда нас закинет. Если это будет за деф, тогда... Ага, меня за деф бросает. Тогда мы запаузим. И как запикает вместе с вами... Ой-ой-ой, куда я пикнул? Вместе с вами продолжим. Запикивает меня в бой. Запикивает на бойню за атаку. Будем пробовать играть в доставке. Ну и также пытаться делать киллы за счет уничтожения противника. Поэтому попробуем сейчас запушить. Сразу же агрессивно на базу противника. Ну и покидать как можно больше урончика. Но вот с кризисом, конечно, очень тяжело на васпе будет жить. Сразу поменять резист и взять рез... А, нет, давайте еще один респик сыграем. Посмотрим, что мне лучше тут подобрать. Магнум вижу. Гаусс вижу. Что здесь еще интересного есть у противника? Отчего бы мне точно неплохо было бы взять резист. Рикошет вижу. Рикошет непонятно пока что с каким устройством здесь играется у молодого человека. Так, ну киллы пошли. Киллы у меня потихонечку полетели. Магнум еще один. Два магнума у нас против. И шафт вижу тоже. Гром вижу. Боже, столько пушек всяких разных. Что даже и не знаешь какой здесь резист лучше взять. Ладно, от шафта мы брать не будем. Давайте магнум, гром, магнум, гром, магнум, гром и... Что там у нас еще стреляло по мне такое серьезное? Рельса. А, Гаусс мне стрелял. Гаусс. Гаусс возьмем. Вот такой вот резистик. Так, ну и наши тиммейты начинают уже быстрые доставки. У меня 85% овердрайва. На Васпи с кризисом немножечко непривычно. Очень большая скорость, очень легко упасть в минус. Поэтому тут еще на такой карте кочек очень много. Можно неожиданно улететь в минус Эллову. Так, 97% овердрайва. Быстро, быстро, быстро. Ах, и не бомбочку не поставил. И не доставил. Блин, плохо. Так, вот сейчас у меня есть бомба. Под флаг какой-нибудь мы сейчас сыграем. Наши тиммейты очень быстро делают доставки. Поэтому наша задача считать, считать, сейчас хотя бы один флажочек здесь подобрать и попытаться поставить вкусную бомбочку. С таким большим радиусом, по идее, расстояния нам должно хватать, чтобы вообще уносить всех. Даже на неплохой дистанции. Но сейчас под эту бомбочку никто не подставился. Лишь только одного противника я уничтожил. Но радиус у бомбы очень сильный. Очень сильный радиус. Поэтому попробуем пореализовывать. Если сейчас мы быструю досрочку здесь оформим, то я думаю, что мы еще парочку боев смело точно сможем вместе с вами сыграть. Так, еще одна доставка у нас залетает. Очень пока что быстро все у нас происходит в рамках этого боя. Так, и у меня пока что первое место. Но не сказать, что я, конечно, здесь на доставках что-то нареализовывал. По сути, это все за счет как раз-таки пары-тройку киллов и одной бомбочки с одним дополнительным киллом. Так, ну и у нас по ходу дело сейчас уже будет быстрая досрочка. Один флажочек у нас остается. И я всего лишь прожал одну бомбочку. Плохо. Плохо, что я прожал только лишь одну бомбу. Ну и с молотом, наверное, на кризисе таким немножечко тяжеловато. ХП мне не хватает. Соответственно, реализовать его тяжело. Если бы я, например, был бы сейчас как раз-таки на ловкаче, то у меня бы хпшки было бы в моменте побольше. Я думаю, что как раз-таки бы за счет этого дополнительного подсейва было бы получше. Но сейчас запикаемся в еще одну катку. И если меня вдруг будет сливать быстро, то переоденемся. Возьмем ловкача, возьмем продув, возьмем фриза нового, обновленного. У нас тоже обновился фриз. Заодно посмотрим, как он будет себя показывать в новом своем балансике. Либо по нему вообще сделать лучше отдельный обзор. Где рассмотреть эту замечательную пушку. А сегодня оставить его, так сказать, без обзора и без теста. Так, у меня закидывает за деф. И я думаю, что давайте-ка мы сыграем. Давайте-ка мы сыграем. Попробуем покилять здесь игроков. И заодно посмотрим, как эта бомба будет работать. Потому что у нас все равно въезжать здесь будет противник. 100%. 100% въезжать будет. Поэтому просто вот как дефолтную TDM-ку рассмотрим. И посмотрим вообще, насколько сильно эта бомба реализуется именно по расстоянию. Потому что расстояние на сегодняшний день бомбочки мне очень сильно интересно. Насколько большую дистанцию вообще может она закидывать. Ну а молот, ну боже, насколько он же жесткий. Насколько же жесткий он. Если что, конечно, для ореха он не нагибает. Но так, конечно, прям мега бомбический. Мега бомбический молот. Так, противник у нас пытается здесь ехать в доставку. Попытаемся чуть-чуть поуносить ребяточек. Чтобы победка у нас в карманчик залетела. Ну и у меня уже 85% овердрайва. Мне было бы очень неплохо, если бы я как раз-таки бы эти бомбы реализовал. Ну даже, например, вот тут. Посмотрим сейчас. До викинга дотянется? До викинга дотягивается? Офигеть! Я со штока дал до центра карты? Нанесло 1000 урона плюс дополнительно подава? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А это очень интересная бомбочка! А это очень интересная бомбочка! А с таким-то расстоянием можно работать. С таким-то расстоянием уже и интерес появляется у этой бомбочки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, а в упоре у нас максималка, да, 4К урона проходит. Что-то мне подсказывает, что это может быть контент. Что-то мне подсказывает, что это может быть очень неплохой контент. Интересно, интересно, очень интересно. Ладно, давайте-ка попробуем ещё парочку бомбочек таких поставить. Посмотреть, как они будут показывать себя в рамках этой реализации. Так, 97% овердрайва у меня. Пробуем покидать урон. Отлично. Есть контактик, такую бомбочку просто ставим. Дотягивай. Ах, сож... Офигеть. Ещё поджёг, подава. Поджёг, подава и расстояние... Боже, какое большое расстояние. Не, вот реально с такой бомбой. С такой бомбой. Работать можно. Работать 100% можно. Вот такую бомбочку просто ставим. Сейчас посмотрим, докуда дотянет. Не, ну ладно, это я уже переборщил. Я уже хотел, чтобы до их респа дотянула она. Понятное дело, что она до респа дотягивать не будет, но... Расстояние очень хорошее. Прям мега хорошее расстояние. С таким расстоянием бомба... Ну, хотя бы становится интересной. Я много раз говорил в видосах с Воспом о том, что... Ну, корпус и так не актуальный. И так на нём никто в матчмейкинге не играет. Так ещё и бомба вообще слабая, да? Может быть, стоит её сделать наконец-то посерьёзней. И вот... Так сказать, свершилось чудо. Бомба стала с хорошим расстоянием. И я надеюсь, что теперь... Многие к такому Воспику начнут присматриваться. Но если, конечно, его сравнивать... С, например, тем же Крусейдером, то Крусейдер всё равно будет актуальней. Да, но за счёт как раз-таки своей скорости... В определённых режимах... Даже вот в штурме за атаку, например... Да, на вас по каком-нибудь фрезе с лавкачом... Эта работа может очень неплохо себя проявлять и показывать. Но даже вот такой молот, да? То есть может себя круто показывать. Если я буду лететь за атаку... Буду въезжать в точку, ставить бомбу... Сливать просто всех, кто стоит и дефит. И спокойно раскрывать... Так сказать... Свою... Потенциальную силу. Так, но тут мы, конечно, сливаем бесшансовую катку. Очередная досрочка в сторону противника. Так, ну и мне остаётся... Что мне тут остаётся? Ну давайте, наверное, сыграем ещё одну каточку. Ещё пару бомбочек попробуем реализовать. Попробуем... Опа, вот такую, например. Оп. За чуть-чуть подблочил. И залетит. Ах, не залетело. Ну блин, ну какое расстояние большое. Офигеть. Ой, я думал, что меня слили. Мне ещё так... Стало чуть-чуть АФК. Но очень сильно, очень сильно выглядит. С таким расстоянием выглядит очень сильно. Так, попробуем сейчас ещё одного забрать. Ещё вот этому в спину накидаем. Блин, не успел слить. Походу, ластовая доставочка залетает у нас от противников. Да. Ну и давайте попробуем попасться в ещё один бой за атаку. Мне прям очень сильно понравилось расстояние бомбы. Мне вот очень хочется поставить её на точку, когда я буду доставлять. И чтобы там стояло большое количество противников. Вот мне интересно, сколько можно унести оппонента, если они там будут стоять в куче. Будет ли этот васп сильнее, чем, например, овердрайв Хоппера? Можно ли сделать на нём что-то подобное? Можно ли унести ещё больше? И зацепить ещё тех типов, которые будут стоять на расстоянии. То есть, если, например, Хоппер в упоре именно наносит по 4000 урона и снимает всех оппонентов сразу, моментально. То васпо-бомба, по идее, должна снимать в упоре и ещё дополнительно наносить большое количество дэмэджа на хорошем расстоянии. То есть, там работает ещё и дополнительно средняя дистанция. Но очень многое зависит от того, как вы будете реализовывать всё это дело и как противник будет под это подставляться. Потому что у бомбы всё-таки 3 секунды есть дополнительные на то, чтобы увернуться, подсейвиться. А у как раз-таки овертанка, у Хоппера, ну, по сути, там секунда на прожатие овердрайва и всё. Да, дальше вы уже влетаете и спокойнейшим образом вжимаете овердрайв в противник, оцепляете всех и уничтожаете. Поэтому здесь идёт прямое сравнение Хоппера и Васпа, если реализация в этом корпусе. Так, ну, меня закидывают на молотов. Что тут у нас у противника по пушкам? Я смотрю, там громы. Я смотрю, там молоты имеются. Может быть, кстати, сейчас придётся нам переодеться в рамках этого боя. Я имею в виду именно дрон. Именно дрон поменять и резист. Так, молот, гром. И что там у нас ещё есть из интересного? Гаусс есть. Да, наверное, от Гауса мы возьмём тоже резист. Молот, гром, Гаусс. Ну и попробуем повъезжать в точку. Противник у нас, в принципе, довольно неплохо подставляется под доставки. Да, есть тут как минимум 2-3 противника, которые стоят. Ага, Теслочка вот тут вот накидывает. 80% овердрайва. Но у Воспа по ощущениям дольше копится овердрайв, чем у Хоппера. Да, у Хоппера по ощущениям он быстрее накапливается. Так, меняем резист. Молот, гром. Молот, гром, Гаусс. Гаусс у меня резистоял. Берём от грома и от молота. Ой, Твинс взял вместо молота. Так, ну и пробуем. Бомба у меня появляется. Поэтому будем сейчас выезжать и пробовать реализовывать всё это дело. Так, накидочка по мне уже пошла плотненькая. Так, 3 противника скрываются. Бомбы вот такую вот. Просто бомбу ставим. Бах! Ух, какое расстояние шикарное. Боже. Там такая зацепка сразу на 1000. На сбитие расходки. Минус аптека просто. Подала ещё сверху. Не, ну это очень сильно. Это очень сильно. Конечно, в моменте выглядит прям мега прикольно. Таким расстоянием. Так. Ну, плохо, конечно, сейчас тут катка будет такая. Очень сложная, тяжёлая. Но попробуем. Попробуем сейчас выиграть её каким-то магическим образом. Попробуем притянуть соляндрочку всё это дело. Я так понимаю, что наши тиммейты особо не собираются тут ничего возить. Они уже так на пассиве стоят у себя в респе. Что мне придётся по ощущениям чисто самому лететь и пытаться доставлять. Так. Так, залетаем через лево. Накидываем уронщик. Ну и меня тут уже в два танка быстро въезжают и быстро уничтожают. Ну, если мы сыграем тут ещё 10 минут, ну, посмотрим заодно, как бомбочки себя начнут показывать. Может быть, стоит даже будет переодеться на ловкача, чтобы попробовать повлетать в эту доставку. Противник уже начинает кучковаться на точке доставки. Это очень неплохо. Будет, надеюсь, что возможно сейчас реализации бомбы. Например, с какого-нибудь подъёмчика, если мы влетим, было бы очень и очень неплохо. Так, бомба. Такую вот ставим легонечку. Оп. Ай, нулевой урон. Не повезло мне, нулевой урон залетел у нас по противнику. Второй, кстати, успел подсейвиться под стенкой. Успел хантер подсейвиться под стенкой. Я как раз-таки его здесь не забрал. Ну ладно, хорошо. Пробуем дальше. Пробуем дальше реализацию нашу демонстрировать. О, неплохо, да? Вот так вот играют игроки, если что, в штурме за атаку, да? То есть он с флагом поехал на другой флаг, потому что он не знает, что он играет в штурм. Он думает, что он играет как раз-таки в CTF. Прикольно. Я, конечно, не иногда сталкивался тоже с такой ситуацией, случайно запикиваясь в режим. Но это было чисто случайно. А у игрока тут по ощущениям... Может тоже, конечно, как у меня что-то переклинило. Ну ладно, сейчас посмотрим. Второй раз поедет ли он так же самое или не поедет. Так, ну а мы будем пробовать сейчас в доставку въезжать каким-то образом. У нас тут уже мины в подъеме ставят противники. Ого, еще и блокшотик мне такой конкретный залетает. Вот так вот, да, играют у нас игроки. Ну и пока что, конечно, тяжеловато нам здесь на доставках. Когда у нас нету саппортинга, то сделать эти доставочки крайне-крайне сложно. Так, рикошет с гелиусом. Отлично, весь баллон выдувает. Мы его быстро уничтожаем. Так, и молот. Ага. Заморозка играет молот. Доставка есть. И бомбочка вкусненькая. Ай, подфантомился, зараза. Бэн, ну четверка очень вкусная залетает, конечно. Очень вкусная четверочка залетает по урону. Это, конечно, да. Это прям мега сильно. Мега хороший урончик, когда ты так по 4000 туда. Буц, 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 буц. Накидываешь с этой бомбочки. Неплохо, неплохо. Но вот единственное только у нас тут проблемы по доставкам. Имейты особо не въезжают в противника. И поэтому, конечно, реализовать наш оудик чуточку посложнее. Когда нету помощи от тиммейтов. Но это уже, как говорится, совсем другая история. Попробуем еще пару доставок сделать. Пока у нас есть на то возможности. 50 килов у противника еще целых нужно сделать. Поэтому у меня время имеется. Чтобы еще попытать свою удачу. Так, лаги какие-то сервера у нас начинаются. А я только начал записывать видосы. А у нас уже лаги сервера. Не нравится мне это, конечно же. Не надо, чтобы у нас ничего лагало. Не нужны нам сейчас лаги никакие. Нам надо реализацию нашего контентика. Так, бомбочку. Вот такую ставлю. Просто вот такую. Ага, понял. Хорошая. Хорошая бомбочка. Шикарная бомба. Залетела. Контентовая, так сказать. Контентовая бомбочка залетела. Ну, бывает и такое, конечно. Что поделаешь? Бывает и такое. Противников сливают просто быстро в моменте. И мы уже не успеваем ничего реализовать. Так, но у нас еще 6 минут до конца. Либо 40 киллов противнику. Я уже 29 киллов дал здесь на вас по молоте. Все это за счет как раз таки своей пушки. Мало, что тут залетело за счет овердрайва. Но пару-тройку киллов с оудика своего я тоже забрал. Поэтому на него мы тоже акцент сделать можем. Но нам надо доставки. Надо доставочки. Надо доставочки. Как бы нам сделать доставку, когда у нас там рикошет с гелиусом дефит. Пробуем просто влететь через верх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это я полетел. Вот это я полетел. Чуть-чуть переборщил. Чуть-чуть переборчика дал, к сожалению. Но бывает, как говорится, и такое. Так, 80% овердрайва. Противник должен ехать за голдом. Пока противник... Ага, вот так вот едет за голдом. Еще и овердрайв прожимает, чтобы меня поймать. Понял. Понял. Понял, принял, понял Так, 90% овердрайва У нас имеется Ага, васпик здесь Ой, васпик шап здесь Немножечко стоит на накидочке Так, кто-то играет под голд А мы играем под доставку Ага, понял Отлично играем по доставку Просто прокатываемся по минкам И уходим на респ 18 киллов остается противником до конца Ну хотя бы еще разочек бы въехать Где у нас голд будет сейчас О, голд падает здесь снизу Отлично, можно бомбочку поставить Вот такую вкусную Чтобы ребяткам нормально голды ловились Отлично Плюс 2 килла с бомбы И еще сверху доставочку Шикарно, 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 шикарно Доставка плюс киллы с бомбы Есть контактик 7 киллов до конца 7 киллов остается у нас до конца Попробуем здесь ребяточек тоже разобрать Быстренько Успею, нет? Нет, не успею, к сожалению Ну и у нас на этом, по идее Катка должна уже заканчиваться В целом, что я могу сказать про Как раз таки Овердрайв Васпа Он 100% стал жестче 100% стал интересней И С таким овердрайвом Васпа можно реально работать Да Так что если вы любитель этого корпуса Берите в руки ловкач Берите в руки либо вот этот молот Если он у вас есть Да Ну и пикайте Лучше всего, конечно, в штурм за атаку Но можно в том же регби В том же захвате флага Въезжать в противника базу Прожимать бомбы С хорошим теперь уже расстоянием Наносить безумно большое количество урона И с таким Васпом Можно уже играть Понятное дело, что он все равно Не супер-мега-овер-жесткий Но Это уже Хороший Рабочий Васп С которым можно играть И который можно реализовывать Пишите, что вы думаете По поводу Васпа Обязательно поддерживайте данный видос лайком Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Не забывайте про розыгрыш На 2 миллиона кристаллов На 300 тысяч танкоинов Вся информация По нему есть в описании Но у меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Пока